Аэробусы, истребители, планеры и не только. Более 40 моделей техники представлено в музее под открытым небом. Пойдем посмотрим вместе. Ранее музей авиатехники располагался на аэродроме в Боровой. Его экспозиция в 2009 году насчитывала 25 самолетов и вертолетов. Но затем это место решили застроить жильем. И в 2017 году начался постепенный переезд экспозиции на новое место в Липке. Истребители, истребители-бомбардировщики, штурмовики, пассажирские самолеты, военно-транспортные самолеты. Есть самолеты, на которых выполнялись полеты спортивные, они тоже будут показаны. Около 10 самолетов и вертолетов будут представлены для зрителей, в которых можно будет посидеть в кабине, одеть защитный шлем летчика, попилотировать, закрыть фонарь, то есть быть летчиком. Причем это разнотипная будет техника. Ну а это у нас самолет Олега Новицкого. Сразу же возникает вопрос, куда он на нем летал. Значит, Олег Новицкий – это самолет Су-25. Когда служил в военно-воздушных силах, он летал на нем, как на боевом самолете. В воскресенье, в субботу он посещал самолет, садился в кабину. Он очень долго находился в кабине, ну минут 30, ну 25. Еще бы, наверное, можно. Да, да, да. Ну и естественно. Я говорю, ну что? Он сказал, что руки помнят, мозги помнят. Запустил, взлетел, сел и все оборудование выключил. Сбор техники для музея велся по всей Белоруссии и России. Находили ее в разных и необычных местах. Это был сбор, так скажем, в пионерских лагерях, на постаментах, в воинских частях, заброшенных в лесу, в болоте, нарачи, где мы только не находили эту технику. И ее всю сюда привозили. Но, конечно же, она была в таком состоянии, что нужно было порой год, порой два, а порой пять лет до того, чтобы ее в основнике поставить действительно в музей. И она имела приличный вид. Какая история у данного самолета? Это самолет Ми-21. На нем Березовский полк выполнял всем составом полка в Афганистане задачу по интернациональной деятельности. Значит, все летчики вернулись живы, здоровы. Но самолет интересный, памятный. С той стороны, сбирка, которую мы написали. С этой стороны тоже повесим, для того, чтобы любят знали. Также в экспозиции можно встретить и первый советский серийный вертолет Ми-1. Это двухместный вертолет, который использовался в сельском хозяйстве, промышленности, для облета объектов, для подготовки курсантов, для подготовки перспективы уже летчиков гражданской авиации, вертолетчиков и вертолетчиков на военных аэродромах и военных училищах. В ангаре музея под открытым небом расположился истребитель Су-27. Именно на такой модели первый герой Беларуси Владимир Корват ценой собственной жизни предотвратил катастрофу, которая могла бы повлечь за собой большие человеческие жертвы. Сейчас они в республике Беларусь не летают. Это многоцелевой истребитель-бомбардировщик. 2-200 в нем максимальная скорость полета. 2-400, да, 2-400 максимальная скорость полета. Очень сильное вооружение он несет, дальность полета хорошая. И вот в этом прекрасном ангаре он будет находиться вместе с самолетом Пу-2, на котором летали ночные ведьмы, девушки. Средний взрослый, кстати, девчат был 25 лет. Официальное открытие музея под открытым небом в Липках планируется уже этой осенью. За более подробной информацией следите на сайте Минского аэроклуба ТСААФ.